всем привет бой на эсминцы вампир это рандом вампир 2 эсминец очень трудно получить он покупается за очки исследований у некоторых игроков это занимает достаточно долго времени фарм этих очков исследований это может занять года полтора если не слишком напрягаться но эсминчик прикольный мне кажется и если у вас есть лишние очки исследований то в принципе можно его купить но наверное не первой покупкой если вам нравится эсминца очень вот у меня очков исследований много я его купил как бы я не знаю мне не нравятся никакие корабли очки исследований кроме него потому что линкоры там баллистика такая какая-то все и как-то не то может сталинград я бы купил но мне такие крейсера тоже не более нравится я люблю больше линкоры крейсерского типа а не крейсера линкорного типа потому что линкоры прощают больше ошибок вот ну вот вампир он тоже ошибок не прощает у него хилки нет при этом он является артиллерийским эсминцем и стрелять тут надо часто и много чтобы добиться успехом все один торпедный веер на 12 километров но есть подробный пуск в принципе это достаточно интересно можно всяких стоячих крейсеров наказывать вот но конечно все таки основное вооружение артиллерийское да есть также интересный расходник дымы малого хода довольно долго они работают можно на 1 4 максимальной скорости ехать оставаясь в дымах где-то две с лишним минуты что-то такое если там скачать перками и фушками ну вот я решил взять точку есть еще габ 3 километра такой анти торпедный на корабле и на торпедой 3 километра я его пока решил не включать потому что мне кажется что еще рано но на самом деле я упустил что на моем фланге холланд что можно было понять из того что остальные сменится на других ламбах и холланд у него быстрая перезарядка и торпеда тоже очень шустрые и вот уже они летят а я не включил габ тут можно было вообще завернуть ласты от трех торпед сразу но одну торпеду тоже не удалось словить я ловлю две хорошо хоть они у него не больные нам повезло так я включаю дымы чтобы пострелять по наполе ну и вообще от холланда то он тут и рядом нет такие торпедки по наполе ну конечно он на сменит курс вот наполе тем временем уходит за остров поэтому я решаю пострелять по курфу понят наполе возвращается вот посмотрите какая у него замечательная скорость стрельбы и баллистика в принципе тоже приемлемая все наполе ушел мне тоже неприятно там оставаться может прийти вторая торпеда от холланда и дейсен холланд можете упороться в меню да ну вот они торпеды но как вы видите с той стороны в этот раз габ меня спасает я ускоряюсь чтобы стать носом к возможному второму вееру ну вот первый поджог поджигать довольно хорошо тут не повезло что у него blind не очень хорошая оказалась не знаю почему я перестал стрелять ну я пока не так много играл и на эсминцах я больше на линкорах играл в последнее время и на крейсерах сейчас больше буду играть на эсминцах и крейсерах хочу поднять средуху на десятках на десятках эсминцах и крейсерах ну видите уже четыре пожара курф просто не может хелиться так тоже нормально заходит по 1400 за каждый залп стреляешь каскадом просто зажимаешь опа здесь я попал кашек передрягу увлекся я как бы хватило ума перестать стрелять и отсветиться у меня 5,8 светимость некоторые жертвуют маскировка точнее некоторые жертвуют маскировкой ранее так ну вот слава богу курф догорел холланд уже не достает некоторые хоть не ставят вторую маскировку и играют там где-то у них 6,4 но мне кажется 6,4 это уже опасно по крайней мере для не столь скиллового игрока 5,8 не позволяет отцвечиваться в таких тяжелых ситуациях в которые ты можешь из-за нестачного скилла попасть как сейчас например сейчас холл был довольно далеко но он мог быть и ближе так ну вот здесь повезло опять с торпедами он мог бы их кинуть и мне уже повезло три раза в этом бою в какой момент мог завернуть ласты холланд ушел брать точку поэтому я могу спокойно идти на верманты на наполи верманты как его называют ведронт ведронт ну да он похож на такое неуклюжее ведро не очень ясно почему вот сейчас я чат читаю использую габ почему-то в чат для всех попал довольно странно хотя может я ошибся а нет нормально все просто белым выделен уник так ну я боюсь открывать конечно огонь не из дымов потому что у меня может просто шотнуть любой корабль но из дымов достаточно безопасно я могу пережить даже может какие-то бланды там плюс я откинул торпеды на разворот что напали собственно и делает торпеды довольно болезненные вот вот если заходит хотя бы две то наполи будет уже очень тяжело но он ловит от авика плюс еще три мои даже три уже это ваншот вот ведронт но я сейчас тоже хочу ну я немножко тут маневрировал чтобы если он не блайн даст на поле не попал но сейчас я снова захожу в дымы и спокойно отрабатываю по ведронту он далеко следится плюс он стреляет а холд берет точку ну может быть с его стороны было правильное решение потому что здесь уже на этом фланге слишком много тут авик рядом все плохо так он хоть точку возьмет но с другой стороны если играть на победу надо было конечно рисковать и меня давить ну и у вас стихийное бедствие довольно легко получить ачивку но и вампирин если есть хотя бы два венкора рядом то гарантированно берешь ту ачивку ну и вот видите вампир ничего вообще не может делать даже не пытается блондить потому что понимает что это бесполезно по движущей цели вот пять пожаров ну вот он тушит но сейчас наверное не получится так пошли не пробить и я попадаю куда-то не по настройке да ну вот пошли какие-то попадания да немножко неправильно стреляю по настройке чуть повыше нападаю еще ну еще ну поэтому я собственно наверное и делаю эти видео чтобы смотреть наблюдать свою игру и тут конечно ошибка еще одна надо было потрудный пуск использовать потому что он простите потому что он ну не сможет уже никак сманевлировать на таком расстоянии он слишком неуклюжий на маленькой скорости можно было поуже сделать игрок потрудным пуском но в принципе это не так важно потому что он уже нагорает даже сон лает там одну-две торпеды это уже в порт в таверну да ну вот две торпеды и в таверну и теперь осталось всего три корабля вражеской команды вражеской команды трудно сказать какой вклад я в нем с победу но конечно курфу не сладко пришлось там да ну и плюс холанда конечно отвлекал он потратил он потратил все свои ресурсы и время и вооружение на меня и не добился никаких целей ни одного фрага да холанда ни одного фрага ну вот фактически он был бесполезен получается в этой игре не помешал мне никак хотя игрок явно скилловый он кидал торпеды но он взял точку чем-то и продлил бой конечно ему наверное давить он был фуловый там с хорошим хп вроде бы если бы он додавил то мог бы меня дострелить в общем был шанс то может быть на этом фланге было бы какие-то напали бы тогда не сожрал торпеды и вермонт бы не и этот фланг бы они может быть выиграли убили бы айвик тогда было бы хотел более-менее равная игра какая-то плюс-минус а так у них оба фланга пострадали и фактически получился такой почти турбач оба фланга играли плохо в красных вот вот такой бой я здесь настрелял где-то сто девяносто сто тысяч наверное рекордный на вампире но видите ошибок было довольно много то есть вампир спокойно привозит 150-200 это для него стандарт в руках скилла у игрока да ну вот а не даже не 190 вот я 178 но все равно это по-моему рекорд ну что спасибо всем за просмотр всего хорошего вот